Приветствую друзья. Сегодня я предлагаю поговорить о свеженьких ТВС наушниках от компании Ugreen с поддержкой беспроводной зарядки, игрового режима, водозащиты по стандарту IPX5 и четырьмя часами автономной работы. В общем, встречаем Hi-Tune T2. Поехали. Пришли наушники в небольшой такой картонной коробке с обозначением модели на передней части и подробными техническими характеристиками на обратной стороне. Здесь же нам сразу рассказывают и о управлении. Одно касание дает паузу, два изменения громкости, три переключают треки вперед-назад, а зажатие приводит к вызову голосового ассистента или переключению в игровой режим в зависимости от канала левый или правый. Все, как видите, просто и очень лаконично. Внутри коробки находим, конечно же, увесив такой мануал, в том числе и на русском языке, и небольшой Type-C кабель для зарядки. Выглядит наушники немножечко так громыхают. Из функциональных элементов у нас Type-C порт, единственный светодиодный индикатор и кнопка коммутации, она же сбрасывает наушники к заводским настройкам. Защелка сделана на довольно мощном магните, по петле хорошо, особенно хочется выделить крайнюю позицию с фиксацией крышечки. Очень удобно. Сами чашечки внешне напоминают старые добрые модели от Apple, только вот в несколько укрупненном масштабе. По классу это, конечно же, вкладыши со всеми вытекающими из этого последствиями. С внутренней стороны у нас находятся два отверстия под 14,2-мм динамический драйвер, сверху еще одно дополнительное отверстие и индикаторный светодиод состояния. На внешней же части расположился, судя по всему, микрофон шумоподавления и небольшое сенсорное поле, скорость срабатывания которого местами меня лично нервирует. Пауза происходит с заметной такой задержкой. Ну а на ножке имеем две клеммы питания и разговорный микрофон, качество которого вы, конечно же, можете оценить самостоятельно. Я вставлю отрывочек, слушаем. Тестируем качество записи беспроводных ТВС наушников у Green Hi-Tune T2. Вот, собственно, так они записывают и именно так будет вас слышать ваш собеседник при звонке. В ушах Hi-Tune T2 сидят комфортно, но, как вы понимаете, звукоизоляции никакой не дают, отсюда все происходящее вокруг вас накладывается на музыку, а значит приходится усиленно выкручивать громкость, что не особо полезно для барабанных перепонок. Громкость и той, конечно, с хорошим запасом, но на улице или в транспорте этот запас, как вы понимаете, очень быстро тает, вкладыши они все такие. Вот так вот это, друзья, выглядит. Из кодеков ушки поддерживают только SBC и оси. На одном заряде способны проработать более 4 часов, что в сумме с кейсом уже составляет 20. Из бонусов же не боятся пота и дождика, могут заряжаться по беспроводной зарядке и перейти в игровой режим с минимальными задержками, если вам это нужно. По качеству связи могу поставить им все 5 баллов. Прерываний и обрывов у меня ни разу не было, хотя гонял в них больше недели. Измерения показали вполне стандартный импульс, очень низкий как для ТВС искажения и ощутимое расхождение каналов, которое на низких частотах составляет уже целых 3 дБ. При этом фаза логично следует за частотной характеристикой, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует 60 и 90 мс, что тоже в пределах нормы. АЧХ же дает небольшое ослабление на саб части, подъем низких частот на 3 дБ и ослабление на середине на те же самые 3 дБ. Затем идет выделение области разборчивости, акцент на 9 кГц для усиления детализации и резкий уход в ноль после 17 кГц. Немного модифицированная, конечно, но все равно очень типовая кривая, как для наушников такого класса. По звучанию же, в силу особенности посадки заметно скрадываются низкие частоты, из-за чего мы получаем очень четкую детальную картину с сильным выделением вокала и других тембров среднечастотного диапазона. Высокие нам аккуратненько так отвели на второй план, чтобы избавить от всяких неприятных отзвуков и уменьшить утомляемость ушей, что им, соответственно, и удалось. В данных ушках я провел множество часов, слушая свои любимые аудиокниги. Но вот внизу слышен исключительно так называемый средний бас, что сильно добавляет воздушности и легкости в звучание. Слушать это приятно, но полноценной звуковой картины никак не складывается. Если надавить на чашечки, становится намного лучше, ну а для нормальной посадки вкладышей придется крутить эквалайзер, тут просто без вариантов. Для книжек и видео шикарно, музыку же слушать я бы так не стал. Хотя все это, конечно, на любителя. Итогом, беспроводные наушники у Green Hi-Tune T2 меня лично порадовали отличным качеством сигнала, что есть то есть, наличием водозащиты, игрового режима, нормальным временем автономной работы, беспроводной зарядкой, которой я почти не пользуюсь. Но звучат же ушки реально классно и могли бы даже стать хитом, если бы не форм-фактор, который напрочь убивает весь нижний бас. По итогу услышана вот одна середина и высокие. Повторюсь, для книжек и роликах все это просто замечательно, но никак не для музыки. Меломанская модель исключительно для фанатов вкладышей я таковым, друзья, к сожалению, не являюсь. Собственно, вот такие вот ушки у Green Hi-Tune T2 прошу любить и жаловать. На этом у меня все, всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok